Приветствую вас, Викторный Демон! Дожили до нового ролика? Молодцы! Я что-то прислушиваюсь с моим советом. И не лезете куда ни надо. Я готовый пост будет сильнее, чем предыдущий. Так что приготовьтесь. Начнем, пожалуй. Ответьте мне на вопрос. Вы часто чувствуете чего-либо в присутствии? В смысле, кто-то наблюдает? Никого нет? На мурашке побежали по спине без причины? Слышали ли вы странные звуки нежестного происхождения? Или, быть может, резкий запах, возникший на пустом месте? Если вы ответите на «да» хотя бы на один вопрос, вы знаете, кто такие призраки? В этом выпуске речь пойдет о призраках или духах. Видов призраков очень много. Даже у зуба не столько разнообразится, сколько у них. Сегодня в гостях мой друг, Энтити-303. Он эксперт в вопросе о призраках. Встречайте. Здравствуйте, любители миссии. Я Энтити-303. Возможно, многие меня знают? Ладно, давай я предписываю знания о призраках. Для этого я тебя сюда и позвал. Начинай. Рассказывать будем по очереди. Тебе два призрака и мне два. Согласен. Итак, призраки – это души людей. Они не могут обрести покойку со смертью. Есть три причины. Но может быть больше. Но самое главное. Первое. Призрак не должен доставить этот мир, потому что он хочет быть поверен душным образом. Второе. Он желает отомстить своим убийцам. Третье. У них есть незаконченные дела, которые они хотят сделать. Залго. Слово тебе. Спасибо, друг. Но каких призраков не бывает. Все это фантазия авторов. Все призраки в той или иной степени войдут людям. Обычно призраками становятся те, кто по угоду не отомщен. Этот ведь призраков лично скитается в поисках справедливости, демонстрируя граждану желающим сокровой раны, не жалуясь до своих обидчиков. Если же призраков стал человек, умершим за точение в околах, то он может будет сегодня ночью без замыска или танцевать цепей. Да. Сразу вспоминается авторский терминского поведения в островах. Именно призраки за ответственность действия на чай за дитинство. Это не вайка ходящей, а не призрака данного типа. Именно, дружище. Это еще не все. Я хочу рассказать о другом разной однисти призраков. Акашешь честь? С удовольствием. Множество знаменитых привидей не несут, пока что я отрубляю голову. Другие призраки не садят из головы, скачут на чайных сапунах. Именно при собачьей сфу цепого расстановки. Самые мягкие призраки безглазные. Когда взлетимое лицо, вместо классного смутаются две черные пиры. Существуют в призраке животных. Куда же писать? Обезьянный призрак будет поздравлять в шоколаде. С-6 попадается в духе черных весов. Ориензатор, говоря, цены терпеть с ними. Черный дьявол. Это безблизр, который увидели во многих релахах. Возможно, это и где-то, либо послужить их от поздравок. Но я понял, что он вырос на хвастер-минии. Достаточно глупо. Настал время погодить о призраках Акатолизм. Акатолизм. Плакающийся это очень бредная, очень худая женщина с воспущенными седыми волосами. И красный мягкий с голосами. Как вы поняли, под названием сегодня стоит и плачет. Появляется перед другим, которые в ближайшее время должны умереть или перед их родственниками или близкими друзьями. Вопросы на них отвечают. А кому она плакала? Ожесы только когда ей предсказание сбудется. Ее описывают как близенькую, полную женщину. Или наоборот сухонькую старушку. Она стоит по коленам в воде и плачет, стирает логинный саван. Приявляется не подверг от дома, где скоро кто-то должен умереть. Конечно, может подказать кризод не заметно, но это опасно. Первое. Если крачка услышит, что к ней пытаются подкраситься, а на поле анимации крестят мокрым саваном человеку. Туда такой сильный, что уже этого никогда больше не сможет ходить. Я не спрятал, не спрятал. Ага, человек не сможет ходить. Второе. Голосы крачки холодные как лед. И после прикосновения к ним, всю оставшуюся жизнь человеку по малейшему охлаждению не будет иметь рука. Ну и я очень. О, дальше будет очень интересно. О, дальше будет очень интересно. Местные библии на стройке выходят сюда, чтобы эти кто-то нашли даристану не пала, слышу дружбу по полу. А чего вы еще что-то ожидали? Надо будет давить в это присвоение самой смерти. Лучше вам будет притяна. И понятно почему. Если человек соезжает за самку на дороге, то разбивает сынок и бросает лицо вниз в тот момент, или, наверное, двадцать заболеваем прямо в трубок. Такому человеку в судьбом лет вечером дали дальше от двух лет. А то мог повстретиться с младшим? Полно, очевидно. Придет еще меньше. Джакл улет в вечернем месяце. С древних временами Тайфурвандии. Этот вызов предсказывающий смерть своим кликом. Этот вопль настолько ужасен, что многие кто слышал его умирают сразу же, когда слышат его. Предсказания Бенща сбываются непременно очень быстро. Иногда Бенща не только кричит, но и показывает заприченную. Чаще всего Бенща пристрелит ее же волосы для некрасавицы с красными отброс глазами. В зеленом плаще на волшебном поверх могильного савны. Но может и лицо, уродливая страховка, созревающимися под их волосами. Обычный клип, а еще с ним только те, кому сожжено умеет. Ох, я думал не волосы, тебе обязательно доктору информации. Естественно. Я должен говорить много, чтобы темные демоны знали больше. Отдохну немного. Дальше продолжу я. Встреча с призраком своего двойника тоже считается предвестием скорой смерти. Их дурная слава известна во всем мире. До сих пор сохраняются свои веры, связанные с мягкой двойников. В доме, где умер человек, становившегося зеркала. Для чего, спросите вы? Я вам отвечу. Это делается для того, чтобы отражение живых людей не увлек в мир смерти двойник умершего. Хочу сказать, что защититься от таких призраков. Невозможно. Но эти призраки не пытаются причинить никакого вреда человеку. Приводникалы слышали о полторогействе. Они приняты говорить, как о неизученном явлении. В современных городах полторогейство сам не успевсоверный вид проведения. Он невидимый, но очень активный. Стучит, шумный, бросается посудой, даже тяжелый предметник. Заставляет дрожать полы стены, бегать нигель, в общем, хулиганит их. Поиск, что хочет. Для чего? Пускай всего от скуки. Или просто пытается обратить на себя внимание. И еще чаще всего полторогисты появятся дома, где появляются дети. Есть, что добавить, друг мой? Еще есть, но это последний призрак. Валя, это, наверное, самый необычный вид. Валя, это необычный вид. А ты, посмотри, больше не стоит ничего. Это не более известный вид призрак. Я, конечно, могу сказать, боится плазм, но это никому не интересно. Все и так отлично получилось. Ты молодец. Не зря же тебя все называют экспертом по призраку. Ладно, не рейкти. Завтра ближайся же не выцелять. Нет, теперь только послезавтра. Окей. Тогда будет завтра со мной против ягоденцев. Зачем? Если он меня увидит, то ближай ты, чаток, девчонка. Вот именно. Поэтому я иду после собой. И мне удается не связаться. Хорошо, я приду и положу этому конец. А теперь пообращаемся со зрителями. Спасибо за просмотр. Софтивайте. Отправляйте комментарии. С вами были Волод Заври и Энтити 303. Скоро увидимся. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok